Новая жизнь старой мельницы. В Малых Карелах завершается реставрация визитной карточки музея. Ценному памятнику деревянного зодчества больше ста лет. Мельницу восстанавливают с осени. Еще предстоит нарастить лопасти, восстановить крышу мельничного амбара и крыльцо. На историческое место уже поднимают девятиветровые спицы. Под впечатлением от работ Инга Рудакова. Спицей такое бревно назвать трудно. Впрочем, снизу оно выглядит почти изящно. Главное точно попасть в отверстие мельничного вала. А это почти ювелирная работа машиниста крана и всей бригады реставраторов. По словам специалистов музея, в Малых Карелах самая большая в России коллекция мельниц. Одна водяная и восемь ветряных. Девять памятников, представляющих все типы северных мельниц. Шатровая ветряная из села Кошпоселок Онежского района появилась в музее в 1972 году. И сразу стала символом Малых Карел. Ее главная ценность в подлинности отдельных частей старинных механизмов. Мельница из села Кошпоселок Онежского района является самой крупной. Ее высота 18,5 метров. И строительство и использование подобных мельниц в крестьянских хозяйствах экономически было оправдано только в том случае, если это были крупные хозяйства. А такими хозяйствами на Русском Севере, как правило, являлись монастыри или даже судостроительные верфи. Уже выровнен нижний сруб и заменены окладные венцы. А на верхний амбар подняты отреставрированные шестерни мельничного механизма. Верхний амбар мельницы с годами начал крениться в сторону. Реставраторы собрали его заново. По старинным технологиям, с помощью топора, произведена реставрация, заменена полностью. Кровля, потоки новые, охлопи новые. Сейчас на данном этапе идет установка спиц. Дерево для мельничного вала, на который крепятся спицы, музей искал полтора года. Прошлой весной в Приморском районе, наконец, была найдена нужная сосна. Мощная и высокая, со стволом диаметром 60 сантиметров. Бревно высушили и придали ему форму строго по шаблону исторического вала. Молоть зерно эта мельница не будет. Но выглядеть после реставрации будет точно так, как и 118 лет назад. В Кожиозерском мужском Богоявленском монастыре. Обновленная мельница снова станет визитной карточкой малых корел. Осталось поменять кровлю на нижнем амбаре, собрать крыльцо и нарастить лопасти крыльев. Завершится восстановление Онежской ветряной мельницы уже этой весной. Инга Рудакова, Александр Чалков, Вести Памурья.